И снова здравствуйте, приветствую всех друзей, соратников, всех подписчиков. Эта серия будет посвящена Роголожскому камню и уделю внимание вот этой книге 19 века Атласа, исторические, географические, археологические с объяснением 1871 год. В частности я буду разбирать вот эти надписи, надписи высеченные на скалах в Карпатах. Это к вопросу о находках, открытиях Валерия Алексеевича Чудинова. Как бы на него не нападали, тем не менее я постоянно нахожу подтверждение всем его изысканиям. Меня это ничуть не удивляет, наоборот даже радует. К слову, когда мы летом ездили с детьми в парк Монрепо, чтобы заснять мегалиты, эти скалы, там вообще много всего. Мы там очень много нашли подтверждений, опять же, изысканиям Валерия Алексеевича. Такой некий ответ оппонентам. Если вы хотите грамотно возразить, вы должны это делать, во-первых, сдержанно, во-вторых, без оскорблений и без личных каких-то амбиций. Если кому-то не нравится Валерий Алексеевич просто как человек, ну это личная проблема. Я, конечно, понимаю, что в основном тролли пишут, но на них я вообще не обращаю внимания. Так, вот перед вами одна из страниц книги, 21 страница. Приблизим и посмотрим. Вот тут есть очень похожие символы. Это те самые руны. Руническое слоговое письмо. Мы его сейчас увидим и попробуем даже что-то прочитать. Но сначала я хочу снова обратиться к камню. Оказывается, есть и фотографии этого камня. Спасибо подписчикам за ваши многочисленные комментарии. Теперь перейдем непосредственно к Рогволожскому камню. Как вы помните, здесь содержится надпись, которую многие исследователи по-разному прочитывают. В основном она означает, что ввели рабу своему Василию, сыну Борисову. Приводится дата. Вот это вот непонятно. То есть я прочитал как бы изречен именем Рогволот. На самом деле здесь содержатся еще знаки, которые я попытался расшифровать, используя силабарий Валерия Алексеевича. Например, вот это может прочитаться как после Д. Это У. Я специально вынес эти символы в отдельный файл. И вот это читается как ВО или ВЕ. Также вот этот знак может означать ЧЕ. Получается Рогволодович. Что-то наподобие этого. Рядом содержится еще в левой части камня располагается набор слоговых знаков. На первый взгляд разбросаны беспорядочно. Естественно, это не просто какие-то черточки. Ну, вот это, возможно, титул относится к ИС, то есть Иисус. А вот эти знаки, я специально их написал отдельно, чтобы подробно разобрать. Первый знак по силабарию означает, например, ВО. Черточка означает знак И или И. И краткое. Следующий символ, вот он, означает, например, слог ВИ. И вот этот верхний означает ЧЕ или ЧА. И получается что-то наподобие ВОЙ, ВОЕВИЧА. Или, если по-другому перевести на наш язык, понятный, ВОИНА. В принципе, так оно по истории и было. Если мы заглянем в ту же Википедию. Кстати говоря, в той же Википедии можно найти вот такой вот снимок. На этом камне был построен храм. Оказывается, камень был вот такой большой. О чем это говорит? Что камень был, конечно же, не простой, а именно культовый. К сожалению, потом все это было взорвано. До нас эта реликвия не дошла, к сожалению. Интересный комментарий насчет слова РАБ. Пишет Ирина Аверкиева. Арабист Вашкевич. Смотрите, русский плюс арабский равно единая языковая система. Говорит, что по-арабски РАБЫ или РАББИ значит воспитуемый. Отсюда и русское слово РАБЁНОК. То есть, РЕБЁНОК. Да, детей воспитывают. Но более интересное про Рогвелада. То, что по нашей теме. Рогвелад Борисович, который наречен в крещении Василий. Полоцкий князь, князь Друцкий. Много зачитывать не буду в Википедии. Пример написан. Рогвелад родился в начале 12 века. До 29 года владел каким-то уделом в Полоцкой земле. Друцкое княжество. Удел его был Друцк. Тут постоянно какие-то междоусобицы были. Один захватывал город, потом его терял. Потом другой захватывал. И вот приводится такой перевод. В лето 6679 месяца мая в седьмой день поставленный крест сей. Господи, помоги рабу своему Василию в крещении именем Рогвеладу, сына Борисову. Ну, конечно, достаточно вольный перевод. На самом деле, тут еще содержится слово ЖРЕЦ. И вот тут вот я не смог наверху перевести слово. Наверху оно содержит разные руны и слоговые письма. И просто буквы. А вот это слово ЖРЕЦ. Самый главный вопрос, который может возникнуть, что перед альтернативными исследователями, что перед официальными историками, насколько подлинный этот камень и зачем его понадобилось зарывать. Еще небольшая заметка. Согласно системе именования Рюриковичей, у данного князя упоминаются два имени и отчества. Языческий Рогвелад Рогвеладович и христианский Василий Борисович. Что опять же соответствует тому, что написано на камне. Также тут говорится о том, что изначально это были язычники и потом крестились в христианстве с новым именем. Что и указывается на данном камне. Ну, еще раз повторяю, что возможно, что здесь написано Рогвеладович, Воин. То есть Воевич. Воин, там, не знаю, предводитель воина. Вояка. И вот эти знаки рунические мы с вами прочитали только что. Теперь мы с вами попробуем прочитать знаки, которые были написаны на скалах в Карпатах. И затем немного слов о самой книге в дополнение к сказанному. Нижние знаки, которые выглядят как молния, это С означает. На самом деле, конечно, читать оказалось достаточно сложно. Поэтому я предлагаю примерное прочтение, например, вот этой надписи. Если читать этот слог как Во, это буква Р, 2С, И, В, Во, Руси, И, Или, Бы, Бо, Руси, Бо, Руси, Я. Мне пришлось для тренировки даже некоторые примеры использовать. Достаточно сложное чтение. Предположительно, у меня получилась вот следующая надпись. Может быть, конечно, она ничего особо не значит. Живе в сии. Живе в силе и сильно. По-бо-и-нь. Где же? Ну, перевести можно, наверное, примерно так, что Здесь находились какие-то силы воинские И сильнее по боень. То есть, случились какие-то конфликты военные. Или же это говорится о неких оборонительных таких границах. Следующий набор знаков означает, где же. А в начале идет что-то наподобие в Во-ру-си-и. Или в Бо-ру-си-и. Живе, си-ле, в си-ле и сильно по боень. Где же? То есть, слово Русь или близкое к этому слову. Я не знаю, насколько я правильно прочитал. Но, в принципе, похоже на то. Конечно же, Валерий Алексеевич здесь лучше разберется. Но вот что я постарался, что смог пока осилить. Примерно предлагаю такое значение этой надписи вашему вниманию. Повторяю, что это написано на высечено на скалах в Карпатах. Это опять же подтверждает сведения, что носителями информации могут быть галиты и скалы, камни разные, путевые, например. Теперь немного заметок о самой книге. Если мы посмотрим на обложку и на многие страницы, то они очень старые, потертые. А некоторые из них имеют следы, как будто они побывали в воде. Это меня навело на мысль, что книга из библиотеки, которая была затоплена в 19 веке. И не связано ли это с тем самым потопом 19 века. И на карте мы видим большинство страниц, они желтые, пожелтевшие от времени и с такими водяными разводами. Мое предположение, что эта книга изначально могла побывать в водах небезызвестного нам события потопа. Но затем эти сведения были переиначены. Почему я так считаю? Потому что, если мы посмотрим, многие страницы, конечно, заменены. А именно вот эти вот нижние страницы. На них уже отсутствуют водяные разводы. Они имеют достаточно четкую, выверенную печать, словно она вышла только что из принтера. Как будто это набрано на современном компьютере и напечатано. Ну, возможно, что это действительно напечатано в наше время. Но дело даже не в этом. Почему убраны старые страницы? Они наверняка тоже сохранились. Старые комментарии, они здесь не обнаруживаются. Обложки старые, пожелтевшие. Титульные листы, страницы. Остальные тоже есть. Есть вот такие вот надписи. Я пока их зачитывать не буду. Но, в основном, комментарий, основной комментарий к этой книге, почему-то совсем иной. Естественно, тут говорится о всяких татаро-монголах. Мое предположение, что вот эти все комментарии, это уже фальсификация. То есть, подгонка того, что здесь изображено, под ту версию истории, которую стали активно навязывать во второй половине 19 века. Измененную и искаженную, чтобы в сознание людей вносить вброс. Однако же, в основном, здесь очень много сведений. Можно почитать, например, вот такие вот листы. Подобные вещи, которые здесь изображены, мы можем сейчас наблюдать. Например, в историческом музее Москвы. Так называемые каменные топоры. В том, что это топоры, я лично сильно сомневаюсь. Все-таки, это что-то другое. Что мы читаем в подписи под этим рисунком? Каменные орудия, найденные в разных местах России. Ну, согласитесь, что это больше похоже не на орудие, а на нечто непонятное. Во-первых, если сюда поставить рукоять, она здесь не удержится долго. Во-вторых, сама форма этих орудий, ну, как-то вызывает очередные сомнения, что ими можно было что-то сделать. Несколько замечаний. Здесь мы видим с вами облачение, епископский жезл, очень интересной формы. Сама и Петрахиль тоже имеет равносторонние кресты. Разные надписи, ромбовидные узоры. Архиерейская древняя шапка новгородская. Определенно, это тоже век XII, возможно, и раньше. Что мы тут видим? Здесь присутствуют именно христианские изображения. Единственное, что меня здесь удивляет, я еще ни разу не видел изображение Иисуса Христа. В виде юноши без усов и бороды. Мария присутствует. С этой стороны написано Архангел Гавриил. Но самое интересное изображение это сверху шапки. Мы здесь находим все тот же солярный знак, равносторонний крест и даже вот солнышко в середине. Интересное изображение Евангелия. Юрьевское Евангелие после 1119 года. Изображение с первого листа с записью посередине с последнего листа. Мы здесь видим три арки. Венчает все это проросший крест, равносторонний. По бокам птицы. Символика двух птиц это чистая ведическая символика. Также мы здесь видим непонятных птиц с нимбами. Так, а это что у нас? Нифонтов Антиминс 1149 года. Читаем. Жертвенник Святаго Лика Георгия. Священ от Нифонта. То есть освящен Нифонтом. Архиепископа Новгородского. Архиепископа Новгородского. По велениям епископа Ростовского. То есть по приказанию, по распоряжению епископа Ростовского. Единственное, что я здесь не могу понять, какое имя этого епископа. Какой-то нера что ли. Ладно, читаем дальше. При богочестивем князе Георгии, сыном Мономахо Боу. Интересно вообще этот написок, конечно. Такое чувство, что это вообще какой-то новодел. Месяца сентября. Сентября. Первое в лето... Первое сентября в лето 6607 года. Индикта 2. Дальше тут непонятно. Индикта. Ну то есть начало церковного года. Классический православный крест. Иисус Христос. Ника. И что мы тут видим? Здесь можно определить, как он был сложен. Видимо, именно книжная страница, она так и была сложена. Пополам. И еще раз. Тем не менее, все-таки она тоже имеет следы водяных разводов. Икона Владимирской Божьей Матери. Ну это, видимо, просто срисовка. Но посмотрите, насколько качественная. То есть, если себе представить, что это рисовал человек, то вот мне, например, очень трудно представить, что такое вообще возможно. Такое чувство, что это на машине напечатано. Я не знаю, что тогда было. Компьютеры или что. Очень красивая икона. С красивыми клеммами. И вся та же символика присутствует. И равносторонний крест в круге. Всякие решеточки. Это вода. Потом сердечки. Это тоже все видические знаки. Солнышки. Дерево. Черви. Знак. Опять же, тоже самый. Потом вот такая вот стрелочка. Ну, то есть, вот такие же делали старообрядческие кресты. Крест и такая вот сверху крыша. Голубец еще назывался. Или Треба. Ну, тут уже евангельские сюжеты присутствуют. Преображение Господнее. Сошествие Святого Духа. В общем-то, здесь ничего такого претеречащего. Евангелию здесь нету. По сути дела. Ну, конечно же, украшается здесь очень интересно. Всякие солярные символы. Тем не менее, по краям иконы здесь приведены именно евангельские сюжеты. Великокняжеская горница. Сени в Боголюбове. Очень похоже на что-то такое вообще восточного плана, восточного вида. Вообще, как будто бы это на Ближнем Востоке располагается. В пустыне или пустынной местности. Давайте немного рассмотрим и здесь кресты. Вот, например, здесь приведены. Крест преподобной Ефросиньи Книжны Полоцкой. Сделанный в 1161 году. Смотрите, насколько он интересный. И что характерно, он шестиконечный. Обычно такие кресты являются более древними, нежели христианский крест. Именно в нашем понимании современном. То есть, с перекладины еще внизу. И снова мы тут наблюдаем те же ромбики, те же равносторонние кресты. Много лучей. То есть, 4 плюс еще 4. В них еще располагаются кресты в круге. Зигзаги, ромбики. Один шестиконечный крест. В нем еще практически равносторонний. И еще один шестиконечный крест. А вот это крест преподобного Авраамия. Как видите, он тоже такой же. Кстати, такие же кресты имеют римские понтифики примерно тех же лет. И средневековье. Еще один крест. Подпись. Воздвизальный крест новгородского епископа Антони. 1212 год. Тоже шестиконечный. Наверху распятие. А вот внизу. Вот тут вот крест совершенно какой-то странный. Так, как и изображение по бокам. Наверху Божья Матерь с младенцем. Распятие Христа. С левого края Божья Матерь. С этого получается Иоанн Богослов. Очень необычные формы, шлемы. Не менее интересная символика на них. В принципе, повторяться не буду. Я уже вам объяснял, что... Ну, например, внизу. Грифон. Птица. Еще одна птица. Проросший крест. Камень. Аллатырь. Символ. Черви. Потом луковка. Снова проросший крест. Странное животное. Похоже, опять же, на грифона. Или даже на василиска. Наверху увенчивается равносторонним крестом. А вот тут изображение Михаила Архистратига. В принципе, тоже соотносится с воинской символикой. Михаиле. Помози рабу своему. Непонятное слово. Великой Архистратиже. И еще какие-то две буквы. Опять же, здесь видим какой-то зверька. Похожего на грифона. И очень необычные конструкции. Навершие головного убора. Похожие на главку церкви. Без креста, правда. И всегда здесь шпиль наверху. И они все разной формы. А вот так изображаются скифы. Очень интересно изображены вот эти вот фигуры. Левый крайний. И вот эти два. Вот. Словно, какие-то, ну, не гимнастические упражнения. А это вообще похоже на какой-то кунг-фу. О чем это говорит? Что они обучались, возможно, еще и каким-то боевым техникам. Вот еще один. В странной позе находится. Как будто бы он занимается кунг-фу. Нормандские суда. Ну, вот крайний левый верхний рисунок больше всего меня заинтересовал. Судно в виде дракона. Посередине стоит то ли храм, то ли какое-то сооружение наподобие дома. Это судно было достаточно больших размеров. Снимок с моносийной летописи. Интересно. По ватиканскому списку около 1350 года. Можно ли верить всем ватиканским спискам? Текст оказался самым неудобно читаемым. Отдельные фразы примерно такие. Присемь Никифоре цареви Никифору изведшу святу ла ва на них. Так. Си царь цемисхи прият преславне в зем церкви Беле. И самого Бориса ответ царь Града. Действительно неудобно читаем. Ну хотя бы имена узнаются. Святославу князю русскому попленивши болгарская вземь. Нет. Читать я конечно дальше пока не буду. Кто бывал в Гиме, то есть в Государственном историческом музее, то наверняка видел вот таких вот каменных баб. Конкретно эти написаны из Новороссийских губерний. Вот примерно такие же стоят и в историческом музее. Сидящие или положение стоя. На них кстати есть неявные надписи. Сам лично смотрел. Очень много символики на них есть с обеих сторон. И неявные надписи по части Валерия Алексеевича. Рязанские древности. Это что у нас? Это какие-то панаги, кресты, нашивки на архиерийское облачение. Очень интересно. Опять тут цветочная символика. Всякие солнышки. Образчики тканей. Снова мы тут видим всякие квадратики, ромбики, цветочная символика, круги, арки и даже лики святых с нимбами. Восьмиконечные звезды. В них вписаны равносторонние кресты с перекладинами на каждом луче. Из толкового апостола 1220 год. Тут даже на страницах что-то есть. Написание Коринфская епистолия от Филипп. То есть послание апостола Павла к Филиппи Сием. О мнозьях и различных гресиях. Глава первая. Павел. Зван апостол. Волею Божией. В общем тоже неудобоваримый достаточно текст. Из Галлического Евангелия 1143 год. Везде видимо вот эти вот водяные следы. Вот эти разводы. Заглавие это Евангелие от Матфея. Золотые врата во Владимире. Золотые ворота. Давайте-ка посмотрим на верх этих ворот. Посмотрите насколько здесь странный крест. Такой я вижу первый раз. Да и сами врата очень интересные. Посмотрим крест вблизи. Солнышко. По краям какие-то еще две перекладины внизу. То ли полумесяц, то ли просто какая-то скоба. Это яблочко. И под вот этой главой опять видим здесь зигзаг. Вообще большое спасибо Роману и его каналу Брехня.ру. Снова обращаемся вот к этим рисункам, где видим, что со стороны Новгорода чисто православный крест восьмиконечный. И совершенно другой крест со стороны войск Андрея Боголюбского. Я специально приблизил фрагмент войск Андрея Боголюбского. Здесь видим, во-первых, знак приточки в круге. Кстати говоря, такой же знак есть на буддийских храмах. И равносторонний крест, больше похожий на тамплиирский крест. Также мы видим, что еще четвертый флаг. На нем непонятное изображение. То ли солнце, то ли буква С какая-то стоит. Написано и молитвами Пресвятые Богородицы о Кадины и о Слепоша и потом сами себе на чаша посекати. Какое-то воздействие было оказано на вот эти войска, что они стали бить сами себя. Прииди князь Роман Суздальский со множеством воинства к великому новому городу и испустише стрелы. Послы новгородские, послы Суздальские. Снова видим, что пришли Суздальские войска с теми же самыми крестами равносторонними. Но с этой стороны я не наблюдаю что-то отличного от этого. Да, конечно, вот эту церковь венчает восьмиконечный крест. Но вот на этой хорубе, вернее на этом флаге, опять видим равносторонний крест. Пусть даже и на Голгофе. На церкви снова мы видим равносторонние кресты. И военные одеяния у них одинаковые. Шапки такие же, щиты такие же. То есть это нельзя назвать религиозной войной. Потому что символика везде одна и та же. Ну, разве что с этой стороны Божьей Матери иконы. Равносторонний крест. Архитектура совершенно такая же. Конусы. Здесь мы вообще видим, что купола, что пирамидальные крыши. Осада Новгорода, воями великого князя Андрея Боголюбского. В 1160 году с образа знамения, находящегося в церкви Рождества Богородицы. Все, конечно, интересно. За одну серию всего не пересмотреть. Вот напоследок вам скажу еще. Чара князя Владимира Давидовича Черниговского. Что здесь написано на этой чаше? Тому на здоровье. А хваля от Бога. Тому на здоровье. Совершенно современная фраза. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, и подумайте над этим. Почему на такой древней чаше абсолютно современные вообще слова и даже фразы? Построение даже этих фраз абсолютно такое же. Конечно, очень интересные иконы. Например, Николая Чудотворца, почему-то названного Моккорого. И напоследок, вот такое вот изображение. Изображение семейства великого князя Святослава Ярославича. Имена. Глеб, Ольга, Давид, Роман, Ярослав, Константин. Больше всего, не знаю, даже сказать, насмешило вот это лицо. Больше похоже на какого-то Хаджуна Средина. То есть непонятно, что это за национальность перед нами здесь нарисована. Завершу я это видео вот такой картинкой. Курганы и камни в Тверской губернии. В Бежицком уезде. Ну, вот это курганы, камни. Посмотрим их поближе. На крайнем левом мы можем видеть печать и руны. Дорогие друзья, если вам понравился разбор просто картинок, символики на них, интересных надписей, пожалуйста, напишите в комментарии, поставьте лайки. Я продолжу. Я считаю, что не завершен осмотр. Например, вот эту надпись можно прочитать, попробовать. На этом серия окончена. Жду ваших комментариев. До свидания, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok